Всем привет! Продолжаем изучать картины по русской истории от издания Иосифа Николаевича Кнебеля. На скрещении возник замысел после того, как в Леевске в 1902 году была опубликована серия культурно-исторических картин для школьного преподавания немецкого историка культуры Леммана, историк и педагог Князьков Сергей Александрович был приглашен к Небелям для составления плана редактирования написания пояснительного текста картинам по русской истории. Так, сегодня мы смотрим на картину Ивана Яковлевича Билибина «Суд во времена русской правды». Русская правда – это исвод законов, важнейший памятник восточнославянского права и незаменимый источник о большом периоде истории Древней Руси. Краткая редакция русской правды возникла в первой половине XII века в Новгороде, но ее первая часть – древнейшая правда. На столетие старше начальные статьи древнейшей правды появились в 1016 году в Киеве при Ярославе Мудром. Подтверждая древние обычаи кровной мести, они говорили о равенстве свободных людей, купцов и даже изгоев с княжескими дружинниками. Древнейшей правде известно лишь об обиде в пользу потерпевшего, но не о поборах в пользу князя. Была еще вторая часть краткой редакции «Русской правды», которая возникла как прямой ответ феодалов на крестьянские восстания 1068-1071 годов, когда многие княжи и люди были убиты, а князья вынуждены были объединяться. Она устанавливает штраф за убийство смерда крестьянина 5 гривен, а за княжеского огнещанина. Огнещанин – это должность в Древней Руси, управляющая княжеским хозяйством, представители высших слоев феодального общества, так говорит Экипедия. 80 гривен. Назначает штраф за порчу межи, кражу скота, ловлю зверей и птиц в княжьих лесах за сбор чужого меда, ну и так далее. Редакция «Русской правды», возникшая в Новгороде в связи с восстанием 1209 года, намного шире крат. Она дает огромный материал по истории 12-13 веков всех древнерусских земель. В ней мы видим неравенство среди свободных людей, видим зависимость от князя смердов, связанных круговой порокой территориальной общине. За убийство вместо наказания смертью все должны были платить деньги по разной цене за княжьего мужа, отрока, ремесленника, холопа и так далее. Дикую веру за неизвестного убийства платила община, на территории которой был найден друг. Штрафами облагался поклеп, обиды, разные увечья и многочисленные виды краж. Устав пространной правды о холопстве говорит о способах обращения свободного рабства, запрещает холопу свидетельствовать в суде, показывает, что холопы на Руси имели свое имущество из семью, могли даже торговать. Как свод постановлений судебных обычаев, пространная правда сохраняла свое значение до конца 15 века и послужила одним из источников московского судебника 1497 года. На картине Билибина представлены наиболее общие черты древнерусского суда. Его ведет князь, окруженный советниками и дружиной. Закатав рукава, один из подсудимых готовится оправдаться испытанием раскаленным железом. Это обычай широко распространенной средние века. Ну вот такой пояснительный текст в картине Ильи Ягольча Билибина «Суд во времена русской правды» из издания Кневеля «Картины по русской истории» 1908-1913 годов. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok